всем привет в этом видео покажу как создавал вот такую вот модельку ко мне обратились просьбы скажем так создать модель вот по таким вот эскизом здесь указаны некоторые размеры сечения но и вот такая превьюшка с размерами то есть также мне предоставили вот такой вот dxf файл но с ним ничего сделать к сожалению нельзя было не экструдировать не проекцию сделать при попытке сделать проект фьюжн зависает я пробовал конвертировать в svg и dvg но все это не дало никаких результатов поэтому это я закрываем и собственно буду работать вот с этим вот эскизом для начала то есть я покажу как я вставил картинку insert canvas далее убираю insert my pc и убираю эту картинку который находится у меня на рабочем столе нажимаю открыть и она мне располагается на выбранной мной плоскости далее правой клавишей по картинке edit canvas простите так calibrate и вот здесь указан один размер 10 миллиметров очень четко здесь есть линия поэтому я кликаю раз кликаю два и указываю 10 размерность по умолчанию меня стоит миллиметр поэтому я откалибровал картинку и данный размер у меня будет соответствовать 10 миллиметров и так далее я создам эскиз на этой поверхности например сделаю прямоугольник с привязкой вот к этим углам например в целом эти размеры можно конечно сдавать чуть более точно но я думаю в данном случае это не очень принципиально с привязкой к центру сделаю такую здесь линию окружность так хотя на самом деле я сейчас начну делать вот торец поэтому мне необходимо только окружность у меня будет например две точки и будет раз точка и которая кликну где-то вместе вот этого радиуса касательно и буду тянуть и так все это вниз ну вот так где-то все так контролай повторю к еще раз вот до этой точки сделаю касание и буду значит сейчас играть так контрол z вот эти элементы мне начинают перемещаться поэтому я их с помощью замочка сделаю фикс и и теперь буду поднимать это к верху пока не получу тот радиус который мне нужен а ну либо конечно сон есть я могу задать цифер на но здесь немножко не получится это создать но к 81 но в принципе то есть будет 81 с половиной вот так так что необходимо далее сделать я нажму к ней скетч и и перейду surface выберу extrude сниму здесь галочку chaining и так выберу это ребро и проэкстрадирую его вот в этом направлении нажму ok и так сейчас я буду строить получается вот в этом направлении эскиз вот так вот поэтому беру create sketch выберу данную поверхность так нажму клавишу p английскую получу проекцию но у меня появился вот эта точка поэтому отсюда я сделаю так вот такие две линии построим потом отсюда построим линию вниз нажму клавишу d на английской раскладке так здесь почему-то он перескакивает наверх поэтому я пожалуй такой прямоугольник сделаем клавишу d так 3 миллиметра хорошо далее из этой точки продаю линию сюда но я пущу ее как-то вниз поставлю галочку в принципе можно дополнительно задать привязку horizontal опять нажму клавишу d и задам расстояние между ними в 2 миллиметра так выберу инструмент fillet и вот здесь внутренний радиус должен быть 3,5 миллиметра а внешний должен быть 8,5 миллиметра нажимаем ok а если размер которого не было это вот хотя по моему вот эта точка и вот это должны быть коинцидент так поэтому просто перетащу я сюда в эту точку вот пока она не сольется да вот так в принципе плюс-минус такие-то размеры по моему были нанесены на эскиз вот здесь вот три с половиной 8,5 здесь были как раз 3 миллиметра здесь эти два миллиметра поэтому перейду обратно на эскиз вот отсюда как-то с привязкой нарисую линию и у меня появился замкнутый контур так включу опять наш эскиз так finish sketch верну видимость этого эскиза нажму edit sketch и пожалуй уберу лишнее вот эти с помощью инструмента trim уберу лишний элемент нажму finish sketch теперь я могу в рабочем пространстве solid выбрать инструмент sweep вот он выбираю его там выбираю путь и выбираю вот эту тугу так здесь нужно выбрать параллельно получается вот такой вот элемент и нажмем ok и так получается а это вид как бы сверху а это вид получается вот со стороны уже торца поэтому я создам эскиз вот на этой поверхности нажму клавишу P английскую выберу поверхность и нажму ok появилась проекция данной поверхности на плоскость вот она теперь с помощью инструмента линия я просто заполню здесь данное пространство сделаю эскизом внутрь далее вызову инструмент окружность и с привязкой к центру создам окружность диаметром 20 метров вызову инструмент trim уберу этот элемент и вот эти далее с помощью филета нанесу здесь скругление по 3 миллиметра enter далее в солиде инструмент extrude и вызову его в это направлении операция join окей итак появилась вот такая вот у нас такой элемент так теперь я создам эскиз вот на этой поверхности то есть на этой же поверхности у меня находится вот эта поверхность хорошо нажму клавишу P сделаю проекцию этой поверхности сюда так выровни все так проекция вот это на всякий случай по-моему здесь должно идти из центра вот прям где-то вот в это направлении конечно если знать более точный угол можно все это спозиционировать более аккуратно поэтому я выбираю инструмент окружность ну и как-то так наношу вызываю инструмент линия ну и каким-то образом вот так все это прокликаю и нажму галочку escape мне значит нужно задать параллельность между этими двумя линиями связку беру параллельность 1 линия 2 далее я выбираю тангент выбираю чтобы эта линия касалась окружности и вот эта линия касалась окружности с помощью инструмента trim можно обрезать лишние фрагменты эскиза перейду в solid extrude выберу эти элементы эскиза проэкстрадирую в это направление данных по этой ширине этого выступа не было поэтому я это делал на глаз пусть будет 3 миллиметра только здесь ставлю нажимаем окей нажимаю клавишу f на английской раскладке сделаю скругление здесь например полтора миллиметра опять клавиши f и делаю скругление здесь в один миллиметр enter хорошо верну обратно этот эскиз так посмотрю в браузере отключу видимость этого тела выберу edit sketch так сделаю линию вертикально вверх и вызову инструмент прямоугольник и от центра каким-то образом так в сторону я его отрисую клавиша d и здесь размер будет 5 миллиметров finish sketch верну наше тело вот оно отключу обратно выбираю инструмент revolve выберу эти элементы ось вращения и здесь угол я задам 180 градусов как раз вот на половинку нажимаю окей верну наше тело и с помощью инструмента combine объединю их окей так вроде неплохо осталось создать вот этот ребро жесткости и на этом мы закончим выровняю эскиз так отключу все вот это создам новый эскиз на вот этой поверхности нажимаю клавишу p проекция здесь тоже клавиша p проекция так выберу инструмент линия и вертикально проведу все это вверх так теперь я могу сделать offset этой линии на 1 миллиметр вправо enter offset и на минус 1 миллиметр так далее найдем инструмент линия и когда с привязкой вот к этому центру мы отрисуем его вот до вот этой оси симметрии далее с помощью инструмента я зеркально отображаю это на втором направлении и нажму окей далее в вкладке create найдем инструмент который называется слот и выберем этот крайний центр point arc слот то есть первым мы должны выбрать наш центр окружности потом вторую точку видим что мы задаем угол выбираем вторую точку кликаем и появляется еще вот такой вот момент когда мы сдаем скажем ширину этого паза но можно где-нибудь на глазок любой установить и кликнуть левой клавиши мыши далее можно нажать клавишу d и вот к этому уже элементу применить радиус в 1 миллиметр хорошо далее нужно выбрать инструмент trim и давайте замкнем вот эти элементы то есть я разрежу сюда это все центральный элемент так и нажму finish sketch посмотрим выбирается ли этот контур да он замкнутый теперь перейду в рабочее пространство surface выберу инструмент extrude выберу раз контур и вот эти контуры так вот тогда и проэкструдируем в этом направлении нажму ok ну получился вот такой вот элемент у нас из поверхности в принципе вот эта поверхность не нужна поэтому я просто выберу нажму delete далее перейду в solid выберу инструмент split body выберу тело и выберу обязательно здесь в браузере нашу поверхность и обязательно нужно поставить галочку extend splitting tool появилась превьюшка такая нажимаем ok так уберу наш поверхности в браузере появилось второе тело вот такой вырез отключу видимость второго фрагмента этого тела и вызову инструмент press pull и просто прокликаю все вот эти поверхности и задам значение 2 миллиметра нажму ok верну видимость второго элемента и с помощью инструмента combine объединю их в одно тело видим что в браузере это теперь одно тело отключу видимость нашей картинки в принципе теперь можно с помощью клавиши F задавать какие-то скругления так F выберу вот эти элементы ну например пусть будет здесь полтора миллиметра так полтора не получится потому что слишком много так 1 так 0.8 вот 0.8 в принципе получается нажимаю ok в принципе точно так же можно нанести скругление сюда вот на вот эти элементы в целом такую детальку получилось создать достаточно быстро несложно используя базовые инструменты на этом я данное видео заканчиваю спасибо за внимание желаю всем творческих успехов до новых встреч